В Петербурге проверяют качество оказания медицинской помощи пострадавшему, которого в бессознательном состоянии фактически волокли до машины неотложки. История получила широкую огласку после того, как в интернет попало вот это видео. Эти кадры с камер наблюдения типичной петербургской многоэтажки шокируют. Люди в форме врачей скорой помощи с характерным красным крестом на спине, волоком, словно безжизненное тело, тянут мужчину по полу. С беспомощным человеком явно не церемонятся. Его также грубо, без санитарных носилок, спускают с крутого крыльца и бросают возле спецмашины на мокрый асфальт. Видно, как небрежно врачи неотложки грузят пациента в автомобиль. Он в сознании, ведь сначала пытается забраться сам, но его то и дело подталкивают. Подгоняя несколько раз, бьют какой-то тряпкой. Они не знают, какое у него состояние, допустим, перелом, таз, позвоночник. Вот неизвестно, да? Неизвестно. Они его берут и как бы вот так и тащат и спускают еще по лестнице, как бы, голым торсом и еще кидают на асфальт. У него осталась вот эта ссадина на спине, то есть вот так, как его тащили, видимо, ну прям вот по всей спине ссадина. Жена и родной брат пострадавшего говорят, поздно вечером Денис вышел из дома к друзьям, потому родственники его исчезновению значения не придали. С утра, уверяет супруга, о произошедшем она узнала от вахтера. Консьерж Людмила действительно дежурила в ту ночь и видела все происходящее, но имя молодого человека врачам сказать не смогла. Они спросили, что вы знаете, кто это? Мы его не знали. А, вы не узнали его? Мы не узнали его. На этом месте, лежащем на полу у лифта в шестого этажа Дениса обнаружили жильцы. Они недоумевают, как молодой человек вообще мог оказаться здесь, ведь его квартира расположена четырьмя этажами ниже, а родственников, друзей или знакомых тут у него никогда не было. При этом, утверждают соседи, ничего подозрительного, ни криков о помощи, ни шума драки. В ту ночь они не слышали. Скорую с нашего этажа вызвали там ребята. Просто они вышли покурить и увидели его, вызвали скорую. Городская прокуратура сегодня официально сообщила, мужчину жестоко избил один из соседей. Но медики не то, что не проверили его травмы, даже не придали этому значения. В больницу Дениса привезли на полу кареты скорой помощи, как неизвестного пациента. Еще почти сутки родные будут пытаться его найти. Пациентам доставлен бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии, в состоянии алкогольной интоксикации с признаками черепно-мозговой травмы. Был обследован в приемном отделении, помещен в блок критических состояний. Травмы оказались настолько серьезные, что почти три дня молодой человек находился в коме. Как рассказали на станции скорой помощи, в момент поступления он действительно был пьян. В его крови обнаружили три промилле алкоголя. Это почти литр водки. Впрочем, первую помощь избитому должны были оказать в любом случае. Но у медиков, и это видно на записи, в руках нет даже чемоданчика со спецпрепаратами. При этом, говорят коллеги, для транспортировки пациента врачи обязаны использовать носилки. Попросить о помощи соседей или водителя неотложки, который все это время находился в машине. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Неоказание помощи больному». Совершенно очевидно, что данные лица не исполнили своих должностных обязанностей. Грубо обращались с человеком, которому очевидно нуждался в оказании медицинской помощи. Я хочу принести свои извинения за действия сотрудников, за нарушение антологии и этики. На сегодняшний день вынесено дисциплинарное взыскание руководителю подразделения заведующему подстанцию. С сотрудниками, выполняющие этот вызов, это два фельдшера, расторгнут трудовой договор. Пострадавший петербуржец сегодня пришел в себя, но нуждается в долгом и дорогом лечении. Чиновники же отрапортовали. В ближайшее время на всех подстанциях скорой помощи проведут инструктажи, чтобы напомнить, что понятие медицинской этики еще никто не отменял. Алексей Крепанов, Дмитрий Витов, Римма Берулава, Ксения Угарова и Анна Заякина. Первый канал.